Дорогие друзья, это типичная ситуация, с которой сталкиваются многие, и далеко не каждый находит из нее выход, далеко не каждый понимает свою ошибку, и далеко не каждый может исправить ее. Сегодня на канале Михаила Валентиновича вышел новый ролик, который по совокупности параметров можно назвать провальным, при том, что это действительно ролик на очень интересную тему, интересное размышление Михаила Валентиновича. Но ошибки допущены глобально две ошибки. Первая ошибка – это неправильная совершенно работа с фактором обнаружения, ролик просто не будет замечен целевой аудиторией. И вторая ошибка – неоправдание ожиданий зрителей. Композиционно неправильное построение видео. Давайте начнем по порядку. Фактор обнаружения видео. У видео прежде всего никакой значок и никакое название. Даже с учетом того, что название ролика было уже изменено, исправлено, все равно, этот ролик не выделяется на фоне других потенциально интересных зрителям. Он не будет заметен в похожих видео, он не будет заметен на главной странице YouTube. И, ко всему прочему, значок видео просто ни о чем. На нем нет сюжета, на нем нет персонажа, на нем нет эмоций, на нем нет деталей ярких, крупных, хорошо различимых в миниатюре. На нем нет чего-то привлекающего внимания. И этот значок никак, никак не выделяется на фоне других каких-либо конкурентов. То есть в этом отношении полный правал. Что касается композиционной составляющей видеоролика, что касается сюжета этого видео. На самом деле сюжет начинает раскрываться лишь на последних секундах видеоролика. Идет длительное вступление, идет, так скажем, лингвистический анализ определенных слов. И лишь в конце то, что потенциально привлекло внимание тех зрителей, которые все-таки открыли этот ролик. Как вы думаете, досмотрят ли зрители до конца это видео? Нет, естественно нет. Мы ожидаем, что удержание аудитории на этом ролике будет низким. Низкой будет и обратная связь. Нет призывов к действию особо. Нет диалога со зрителями. Интерактивная составляющая провалена. Какое композиционное решение, сценарное решение можно было бы предложить для таких роликов? Вступление. Цепляющее интересное вступление. Какая-то завязка сюжета. Вопрос к зрителям. Какая-то интересная фраза. Утверждение, которое ставит в тупик или вызывает интерес. Завязка, перетекающая в кульминацию, которая накаляет страсти, которая ставит все больше вопросов. Дальше пик сюжетной линии, когда происходит какое-то откровение, открытие. Излагается главная мысль видео. Автор делится чем-то наиболее важным для него и наиболее интересным для зрителей. Какие-то выводы, общение, отсылки к другим видеороликам для перелинковки, предложение подписаться, смотреть следующие ролики. В общем, нужна какая-то определенная композиция. Без цепляющих элементов, без элементов, которые позволяют повысить удержание аудитории, здесь обойтись трудно. И такие элементы должны быть обязательно в начале, где-то в процессе повествования, для того, чтобы ролик не был слишком скучным, для того, чтобы зрителям было интересно досмотреть его до конца. И для того, чтобы ролик порождал какую-то дискуссию, побуждал зрителей к общению. Ну, смотрите, тема этого ролика. Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Начать можно было с какого-то интересного утверждения. Например, то, что я скажу вам, дорогие друзья, повергнет вас в шок. Но на самом деле, дорогие мужики, которые смотрят это видео, у вас на самом деле нет ни одной действительно подруги женщины. Хотите узнать почему? В этом видео расскажу. Такой вариант завязки. Или, дорогие друзья, я считаю, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна в принципе. Не спешите кидаться в меня тухлыми помидорами. Сейчас будет детальное пояснение, от которого у вас отвиснут челюсти. Какая-то завязка, интрига, что-то цепляющее в процессе повествования. Дорогие друзья, прежде чем я приведу свои аргументы, давайте проголосуем. Справа вверху находится опрос, который позволит вам ответить на вопрос, верите ли вы в существование дружбы между мужчиной и женщиной. Поведенческий фактор. Или что-то рассказали, привели аргументацию. А как вы думаете? Напишите об этом в комментариях. Сделали призыв к действию. Дальше. А в следующем ролике я расскажу, возможно ли настоящая дружба между двумя женщинами. Перелинковка. Чтобы не пропустить, подпишитесь. В следующий понедельник выйдет это видео. Перелинковка, призыв к действию, конверсия в подписчиков. Это поведенческие факторы, это обратная связь со зрителями. Ну и конечно, наверное еще раз надо рекомендовать пересмотреть методичку по значкам и по названиям. Пока что не цепляет. Что с названием не так? Оно лучше, чем оно было. Было вообще никакое название, но оно недостаточно уникально, недостаточно цепляет. Нужно добавить какой-то эмоциональный компонент, нужно добавить что-то, что заинтересует, заинтригует. Может даже сделать какое-то утверждение. Дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Почему? И знак вопроса, например. Ну, разные могут быть варианты. Тут уже надо ориентироваться на целевую аудиторию, написать, скажем, 5 или 10 вариантов названий и выбрать наиболее интересные, наиболее цепляющие, нестандартные, нетривиальные, по возможности содержащие ключевые слова. Это общий комментарии. Сейчас поставим задание на следующий раз, а потом посмотрим уже в режиме скринкаста на канал. Задание на следующий раз. Прежде всего, исправить проблему со значками и с названиями. Я надеюсь, что это будет возможно. Без этого будет очень трудно продолжать эффективную работу. Постараться исправить проблему с композицией ролика. Помнить о том, что вначале надо завлечь зрителя, дальше нужно оправдывать в процессе повествования его ожидания, рассказывая без каких-то там существенных отступлений о том, что ему интересно. Придерживаться определенного плана повествования, тезисы какие-то заранее можно выписать, рассказывать по ним. Не забывать об общении со зрителем, не забывать о призывах к действию, не забывать о некоторых приемах, которые используют телевизионные каналы и желтая пресса для того, чтобы вовлекать зрителей в потребление контента, удерживать их внимание в процессе повествования в ролике. Дальше, следующее задание. Необходимо изменить шапку канала и изменить логотип канала, значок канала. В описании под этим видео будет шаблон шапки для фотошопа в формате PSD. Что нужно сделать на шапке? Лучше всего какой-то образ главного героя, например, эмоциональный, возможно, на фоне чего-то, что отражает суть канала. Можно какую-то инфографику попробовать изобразить. В общем, нужен персонаж, нужна атмосфера, нужно представление о тематике канала. Можно попробовать написать хотя бы темы канала. И график публикаций. Понедельник, среда, пятница в такое-то время. Это шапка. Дальше, что касается логотипа, значка канала. Можно обновить просто фотографию и сделать ее более узнаваемой, более понятной. Потому что сейчас там в миниатюре плохо видно, в принципе, фотографию надо всматриваться. Нужно что-то более такое ближе к студийному варианту или просто хорошая качественная съемка, хотя бы на мобильный телефон, на фоне какой-то контрастной местности, не знаю, контрастного какого-то объекта, чтобы это было лучше для восприятия новых зрителей. Это второй момент. Дальше, нужно приводить в порядок техническую сторону оптимизации видео, но об этом уже в скринкасте. Итак, техническая сторона работы с видео. Про значок и название мы уже, в принципе, поговорили. Теперь давайте посмотрим на те элементы, которые еще нужно добавить, исправить, изменить. Естественно, рекомендуется добавить подсказки по возможности, тем более в такие видео, которые позволяют вовлекать зрителей. Что касается названия, тоже в целом указали привлекательное название, содержащее ключевые слова, интригующее, которое хочется открыть. Описание. Описание мы делим на три части. Причем, первая часть у нас всегда уникальна, остальные две можно забить в настройки по умолчанию. Настройки по умолчанию находятся в разделе Творческая студия, Канал, Загрузка, Видео. Здесь мы можем сразу задать настройку по умолчанию конфиденциальности, загружать, например, в доступе по ссылке сразу категорию, стандартную лицензию. В описании здесь нужно указать два важных компонента. Общая информация о канале. Три-четыре предложения, которые связанным текстом расскажут о вашем канале, о вашей контент-стратегии. О чем ваши видео. О психологии, о финансах, о том, о том, о том. В общем, то, что характеризует ваш контент для зрителей, для целевой аудитории. Можно использовать хэштеги. Еще один дополнительный раздел – это раздел ссылок, который будет содержать ссылки на плейлисты и на ваши внешние ресурсы. Это будет постоянный раздел. То есть, вот, например, здесь чуть трансформируем информацию о канале, используя в том числе ваш бренд, ваше имя, например. Я Михаил Валентинович, юрист-предприниматель, который за рулем автомобиля, на прогулках и дома расскажет вам о жизни, психологии, обществе и так далее. Здесь, помимо официальной группы Facebook и Instagram, мы еще добавляем плейлисты. Те самые серийные плейлисты, которые вписываются в регулярные публикации и которые наиболее интересны в плане продвижения по нашему каналу. Также можно здесь сразу настроить форматы объявлений рекламных и можно вписать некоторые общие теги. Что касается тегов конкретно для данного видеоролика. Теги, естественно, нужно улучшить. Теги, так же, как и описание, в принципе, можно поделить на три части, только это будут другие компоненты. Если в описании первая часть уникальная, описывает конкретно само видео, вторая часть это общая информация о канале, а третья часть это ссылки, то в тегах тоже три части, но они другие. Первые 10-15 тегов это информация о видео, те ключевые слова высокочастотные, которые описывают данный ролик. Здесь есть аналогия с описанием. Вторая часть тегов это общее семантическое ядро канала, параллель с общей информацией о канале, то есть те ключевые слова и термины, которые описывают в целом контент. Это психология, там, не знаю, деньги, что-нибудь там еще, народная философия, там, что у вас добавлено-то еще такое, образование, жизнь в России, не знаю, там, что-то вот такое. Не злоупотреблять слишком широкой терминологии, и мы не рассматриваем сейчас инструментальные методы более глубинного и правильного подбора тегов. Кто-то может сказать, что это ерунда, но мы ориентируемся прежде всего на доступность методов для конкретного автора. И для данного автора, для Михаила Валентиновича, я думаю, что такой подход будет более удобным и менее трудным в освоении. Третья часть тегов это брендирующие теги, то есть это название канала, какие-то специальные теги, которые характерны только для вас. В данном случае это Михаил Валентинович, как минимум. Сейчас у вас указаны здесь теги, это те теги, которые относятся к первой части, по сути. И к ним необходимо дописать еще общие ключевые слова, общие теги и, естественно, брендирующие. Так делаем для каждого видео. Забиваем примерно под завязку. В теги влазит 500 символов, мы забиваем где-нибудь там, ну, от 400. Это техническая сторона в самом простом базовом варианте, без дополнительных усложнений, без дополнительных инструментов. Если вы хотите облегчить работу с метаданными, с названием, описанием и тегами, вам, естественно, поможет сервис для оптимизации VidaIQ, который доступен бесплатно всем партнерам медиа сети GTRussia. Ссылочка на которую есть в описании. Также могу порекомендовать планировщик ключевых слов Google, AdWords, полезная штука. Могу порекомендовать Google Тренды, Keyword Tool и в крайнем случае Яндекс.Вордстат, но это несколько другая экосистема, поэтому ориентироваться на Wordstat в 100% случаев не стоит. Это те базовые, самые базовые дополнения, которые нужно внести в работу с видео для того, чтобы улучшить качество, улучшить фактор обнаружения, улучшить ранжирование видеороликов. В целом продолжаем работу, смотрим, что у нас будет в следующих выпусках. Спасибо за внимание. Кто еще может что-то интересное и простое в освоении подсказать Михаилу Валентиновичу, прошу обращаться в комментарии. Спасибо, дорогие друзья. До встречи.